Гаджимурад 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 очередь не может если него вес это давно человек растет ему тяжелее гонять любит покушать поэтому это 84 это его на хороший вес и он 92 вес 93 значит ли это что реванша с туменовым не будет не знаю из 84 тумена поднимется почему бы нет а так 7 7 он не может это не улез он просто он физически не тянет здесь уже такой момент период наступает времени человеку надо поднимать вес он сам это чувствует всеми сему проигрывает сам себе это первую очередь он не восстанавливается он не может тех кондициях драться как которых он может на самом деле выдавать хорошие бои качественные но у нас все получилось менеджер олейника никита борчак закинул идею про борцовскую схватку с магомедом усмаилом как вам эта идея ну прекрасная но я думаю прекрасная идея но все зависит от площадки которая может удовлетворить запросы спортсменами все это хорошая идея почему нет но это мое мнение у нас мухаммада посоветоваться чем он скажет а так по вольной борьбе думаю это там не такое ощущение это интриги есть там пойму по есть там ломающий боли болячка что-то было бы конечно преимущество оленика был потому что это мастер своего дела мухаммад базовый борец у меня думаю там оленик не светит ничего именно по вольной борьбе ну конечно у него база опыт все есть ну нет моя свое мнение высказывает а вот если по грипплингу конечно он фаворит в этом бою в этой схватке то есть учитывая что магомед выступает большая часть по боксу а насколько борьба вот именно в тренировках присутствует но если например да нет не борется за несет не забывать свою базу до боремся но если будет уже полноценный например сейчас бой будет поймем а уже будет будет больше борьбы а в общем по сейчас данный момент в данный момент на минимальная борьба есть противостояние интересные как предложение конкретного нету но есть несколько предложений которые мы рассматриваем и будем двигаться по боксу одно из них это с минеевым ну одно из них с минеевым там с лебедевым предлагали потом стоковым учатся сессии организует потом тищенко увидишь какой-то момент да там есть еще еще по времени есть но посмотрим потом даже не исключаем пели который люблю крохал до нокаутировал тоже у них там какой-то момент думает все на словах сейчас только а вот конкретики нету есть есть направление на конкретика будет через месяц но подготовка начинается учитывая что бой с минеевым 2 это был такой пик конфликт и вроде потом более-менее они уладили свои отношения бой по боксу он будет таким же острым смотри я думаю он будет очень быстрым потому что остались у людей вопросы потому что техническом плане плане как боец мухаммад разобрал минеева эти два раунда ну я это так вижу и любой человек видит до минеев показал характер силу воли победе дух выдержал это все и это дала ему его плоды и он достойный чемпион который заслуженный чемпион в этой весовой категории потому что не каждый человек такой бомбешка может выдержать и выйти на третий раунд он вышел сделал и заслуженно победил но вопросы остались потому что ну человек бессильняков проигрывает человеку у которого как будто очень сильно побитому человеку проигрывает и у людей вопросы почему как ну задают а почему что продали больше нет никто ничего не продавал проиграл потому что кислородное голодание не мог решать не мог да и причине этому много причин есть что говорить проиграли по делу вы перечислили потенциальные бои магика вератность что будет бой до конца года по мм а потому что большинство это бокс это все зависит от рсс вот так клименко который заинтересован но там только он есть очень серьезные интересные противостояния это все от не зависит если они предоставляют площадку договариваться спортсменами мы только за за будем надо конечно время было для нас знать в каком направлении двигаться и будем работать да и показать красивый бой ходит разговор что хамзат чимаев будет рад с камару усманом как вы думаете усман в нынешнем состоянии насколько он конкурент для чимаев нет конкуренция усмана есть любом случае но нам зачем я как говорится человек который идет титул человек который голодный до победы как мы видим с очень тяжелых ситуаций выходил даже в бою с бернсом и его практически нокаутировали он вставал и в обмен ударов шел это показывает что человек голоден человек хочет забрать свое да и а усман же подломился после удара я еще раз повторюсь после удара нокаутом от эдвардса уже последний бой он уже не был так доминирующим как тот бой который пропустил ударом выиграл табы любому новичку ну любой эксперт скажет он выиграл табы до этого пропущенного удара но последний бой подломил потом сам удар после нокаута не каждый может те же кондиции до тех же кондициях выступать где-то страх удара что-то я не знаю что-то переломывается голове и возраст еще до усман это легенда да ну возраст берет свое тяжелые бои забирают силу я думаю я считаю фаворитом амзатор но это мое мнение